Всем привет! Сегодня хочу показать вам обновки из одежды и аксессуаров, так что давайте приступим. Первое, что хочу показать, это два китайского дерьмища, которые мне пришло. Я очень извиняюсь за то, что я так грубо назвала, но по-другому это не назовешь. Первое и самое ужасное, что мне пришло еще летом, это вот такое платье. Теоретически это очень даже неплохое платье, которое было на сайте очень красивым, по материалу синтетика, не тянущаяся, но такая приятная, то есть такая прохладная. Я только не понимаю соотношение у китайцев вообще длина, вес, рост, размер груди, вообще у них просто нет никакого соответствия. Потому что иногда эска приходит на тебя как на эльку, и ты просто в шоке пребываешь от того, что китайцы вроде маленькие, худенькие и шьют обычно наоборот меньше, чем есть на самом деле. Но иногда эска это вообще далеко не эска, особенно в груди, это какая-то эмка-элка. И что делать девушкам худеньким с маленькими параметрами, я вообще просто не представляю. В общем, это платье можете видеть даже сейчас, я даже его примерять не буду. Вот это грудь, эска, которая была написана в объеме, по-моему, 70 или 71, как раз то, что мне нужно. И, ну, вы понимаете, да, что такое открытое платье, у которого сзади еще лямки на спине, нужно носить без бюстгальтера. И для меня это, конечно, был шок, потому что вот это вот, вот эти вот треугольники, это явно не эс и не 71 в объеме. Это, наверное, грудь размера второго, которая должна очень красиво здесь сидеть, и вот с таким вырезом не должна никуда вылазить. Но это просто какое-то дикое несоотношение, плюс к тому. Видите, вот эта вот полоска под грудью, она должна быть под грудью, далее должна идти как бы талия, и до, наверное, ну, сантиметров и 10 типа пояса, и потом от бедер только юбка. Что мы видим в этом случае? Представьте, вот она полоска под грудью, и вот она юбка. То есть китайцы вообще не запарились по поводу того, чтобы сделать что-то разделяющее грудь и юбку, а не просто сделали грудь и просто приделали юбку. И получается, что это платье у вас заканчивается выше попы. То есть это такая чистая майка, но при этом это не смотрится ни майкой, ни кофтой, это реальное платье, которое вам, ну, очень-очень короткое. В общем, китайцы очень странно отшили, и, ну, это из разряда ожидания реальность, посмотрите на сайте, как это платье выглядит. И вторая юбка для меня тоже оказалась не совсем тем, что я ожидала. Во-первых, я думала, это будет юбка миди, юбка плотного материала, которая будет стоять. Эта юбка оказалась чисто синтетической, такой противной, напоминающей хлопок, потому что она довольно толстая, но совершенно не держащая форму и с каким-то диким страшным цветком, потому что на сайте было довольно симпатично. Плюс к тому, опять-таки же, эта юбка мне просто огромнейшая, потому что на сайте эска была в талии 64, по-моему. Ну, в общем, если я ее заказала, значит, она была по моим параметрам. С плохими вещами закончили, теперь переходим к хорошим. Очень мне понравилась вот эта вот кофточка. Я бы не сказала, что это футболка, это именно что-то типа блузки. На сайте стоило просто каких-то смешных денег, наверное, рублей 300 или 400. У нее идет сверху шифоновая прозрачная ткань, и под низом как кроп-топ с длинным рукавом. То есть это майка, кроп-топ, но только с длинным рукавом. Очень красиво сидит, и получается довольно такой, я бы сказала, официальный стиль, с юбкой, например, или с брюками, и даже такой нейтральный, с джинсами, с шортами. Очень прикольно смотрится. Единственное но, это швы. Они колющиеся, как-то странно это звучит, но в местах плеч, например, сделаны как-то не очень хорошо швы, и прям вот колется, хочется почесать. А в целом сделано очень хорошо, уже ни один раз надевала, ни один раз стирала, ничего не было, никаких ниток не торчало, смотрится оригинально. Следующая блузка морского цвета, цвета морской волны, я обожаю такой цвет, мне он очень идёт. И эта блузка сейчас очень популярна, у неё сзади идут как гофрированные такие стрелочки, и она идёт сзади как платьишко, то есть спереди это просто блузка, и перед намного короче. И когда ты, допустим, поворачиваешься попой, или ветер раздувает, то это смотрится как некое платье. Что касается качества, рукава отличаются от ткани основной, они намного тоньше, прозрачнее, не знаю, так задумано или нет, но вот как-то это выбивается. В остальном всё прекрасно, торчало всего парочку ниток, швы прошиты идеально, ничего не торчит, то есть такая нормальная, хорошая блузка. Далее то, что вы видели уже на мне и в видео, и даже в Инстаграме я фотки выкладывала, это вот такой потрясающий кардиган. По-моему, он сейчас тоже очень в моде, но я вот кроме как у себя его ни у кого не видела. Может быть, я просто не подписана на такое количество блогеров, или не отслеживаю, и мне это не надо, но я очень влюбилась в этот кардиган. Когда я его выбирала на сайте, я думала, это будет тоненький кардиган по типу ХБ, по типу полиэстер, что это такое тонкое, тянущееся, но когда мне пришла посылка, я её забрала с почты, я обалдела, потому что она весила около двух килограммов. Она была огромная, тяжёлая, я думаю, господи, что там, одна вещь не может столько весить. Оказалось, что это кардиган, но понимаете, он похож на пальто, вот я его ношу сейчас как пальто, потому что просто ходить в нём как в кардигане, это дико жарко, это очень тепло, и он выглядит действительно как пальто просто без пуговиц. У него нет ни одной пуговки, он очень широкий, он идёт в одном размере, one size, и получается, что ты можешь запахнуться посильнее руки в карманы, и пошла. Он такой объёмный, широкий, не спадающий, и он очень тёплый. Одно но очень глобальное, это то, что он всё-таки китайский, и я поносила его буквально месяц, и могу сказать, что он выглядит, как будто я носила его год, потому что ткань начала скатываться, появились такие так называемые катышки, и смотрится, как будто я его стирала миллион раз, ходила в нём два года. За счёт того, что я очень люблю засовывать руки в рукава, они стали растягиваться, и когда вы просто идёте, то они так торчат не очень красиво. Я уже начинаю немного готовиться к зиме, у нас последние два года очень странная зима, буквально, наверное, в январе только выпадает снег, и до марта он не тает. То есть декабрь полностью схож с ноябрём или с октябрём, тепло, осень, никакого снега, сухо. Я заказала себе парку, заказала на Асос, или Эйсос, кто как любит называть, мне больше нравится Асос. Обалденная парка, девчонки, я неожиданно наткнулась на то, что сейчас у них была распродажа огромная. Я купила её практически с 50-процентной скидкой. Я просто довольна как слон, это фирма Вера Мода, и у меня размер XS. Не прогадала вообще, посмотрела там, почитала, как соотносятся европейские размеры с нашими, и подумала, что всё-таки XS. Очень плотные, и вот чувствуется, что очень тёплые. У меня есть, например, куртка от Adidas. Она именно специальная такая, спортивного плана. Я выезжала за город зимой, и я даже не парилась, потому что я могла два часа простоять на улице и не замёрзнуть. Для меня это шок, это шок. Как так, что ты стоишь, у тебя воздух не залетает под рукава, не залетает здесь, не залетает снизу. Вот, согревает тепло, как фольга. Вот это однозначно то же самое. Для меня неожиданностью был капюшон, потому что он сделан не как вся парка, а из вот такой ткани, ну, наподобие барашка, знаете, белого. Очень гладко, очень приятно. И капюшон, на удивление, очень маленький. Это здорово, потому что обычный капюшон ты надеваешь, и ты как гном. Где-то голова далеко-далеко в капюшон ушла, вот это вот всё нависает. Если вы не любите шапки, то в таких капюшонах вы вообще ничего не видите, прическа помята, потому что капюшон это целая планета. И теперь, что касается аксессуаров. Также с Ассос я заказала себе новый кошелёк. Я не люблю кошельки стандартные, то есть, либо это длинненькие такие, которые раскрываются книжечкой, либо это складывающиеся. Эти я вообще терпеть не могу, потому что деньги постоянно в виде квадратика, вот это вот разворачивание, я такое не люблю. Мне нравятся кошельки, похожие на клачи, то есть, где одно отверстие, одно отделение под всё. Я нашла на Ассос тоже с распродажей, это, я думала он будет поменьше, но сейчас я привыкла. Он, ну, прям значительно больше моего старого кошелька, он больше похож на клач. Но, его отличие, значит, здесь просто открываете на замочке, несколько отделений под карточки, кардхолдер, ну, буквально три, я засунула сюда самые необходимые, которыми я чаще всего пользуюсь. И всё, и одно большое отделение, где у меня тоже лежат карточки, мелочь и так далее. Очень удобно, за счёт того, что он, допустим, большой, есть моменты, когда мне нужно съездить куда-то по делам на машине, и я не хочу брать с собой сумку. Сюда влезают телефон, ключи, паспорт, карточки все мои, их у меня огромное количество, ещё какие-то конфетки я с собой обычно беру, и, допустим, несколько бумажек формата А4, если их пополам свернуть, ну, пополам, ещё раз пополам. Он раздувается, но этого вообще достаточно, то есть я не хочу брать сумку, я сюда всё напихала и уже так использовала, мне очень нравится. Если использовать как кошелёк, то замечательно, положил сюда деньги, положил сюда карточки и убрал в сумку. У меня был обычный кошелёк, такой книжечка раскрывающийся, и за счёт того, что у него было дно уже стандартное, да, то есть здесь он вот как мешок, его как хочешь, так и делай. А обычный кошелёк, он жёсткий, и у него дно уже там несколько сантиметров имеется. Из-за этого было мало места под карточки, я всё это запихивала, под мелочь тоже не было места, и, соответственно, когда этого всего много, он у меня даже не закрывался, и в сумке занимало безумное количество места, потому что вот это вот всё надо было куда-то запихнуть. Здесь получается, что он очень-очень тоненький, в сумке даже не ощущается. Ой, и последнее на сегодня, вроде не так много вещей, но почему-то видео о покупках всегда-всегда очень затянутое. Это сумка спортивная, которая у меня появилась относительно недавно, и если у вас есть автомобиль, либо у ваших знакомых, парней, родителей и так далее, то вы знаете, что если они заправляются на заправке Лукойл, небольшая реклама Лукойлу, они мне, конечно же, заплатили, то у них какая-то там акция проходила, надо было собирать фишечки, и потом они разыгрывали, ну не разыгрывали, а там по скидке можно было купить сумки, чемоданы фирмы Лотто. Что могу сказать? Сумка удобна тем, что она большая, она очень вместительная, у неё широкое дно, но при этом, если вот вы так носите, она маленькая, если вы её набьёте, она, конечно, будет очень большая. Красивая прошитая ткань внутри, всё очень качественно сделано. Два минуса. Во-первых, это жуткие-жуткие ароматы, а точнее вонь, которая исходит. Сейчас она немножко подвыветрилась, но было просто ужасно. Я не знаю, что за профессиональная такая качественная сумка, которая воняет хуже, чем китайская. И один ещё минус, это то, что внутри нет ни одного кармана. Вот так она выглядит, красная такая красивая подкладка, но видите, ни одного кармана, ни по бокам, ни на задней панели, точнее стенке, вообще нигде, и это неудобно, потому что элементарно положить там карточку, например, от спортзала, или телефон, деньги, да всё что угодно, уйма маленьких вещей, и их просто некуда засовывать, и теряется по сумке, неудобно. Ну вот как-то так на сегодня. Надеюсь, что вам это видео было интересное и полезное. Мы увидимся очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok